Всем привет, зрители и подписчики! Канал Рик Антона. Итак, сегодня открываем паки за центральные матчи, открываем просто паки за другие СБЧ и откроем набор 85.5 по 85+. Ребят, ну а прежде всего я хочу анонсировать, что давайте сразу с вами договоримся. В начале, наверное, июля, июля, потому что потом уже хочется от FIFA, наверное, совсем отдохнуть либо покатать какой-нибудь драфт. Драфт, соответственно, игроки особо не нужны. А я сделаю распродажу всех своих продаваемых топовых игроков по старцевой цене. Я запущу... Так, секундочку. Тотс. Это Парагвай, по-моему, да? Центральный защитник. По-моему, это Парагвайский флаг, ребят. Могу ошибаться, если что. Поправьте Хегаси, ребят! Хегаси 85 команды сезона. Я уверен, что больше 20-ки он не стоит, но это игрок команды сезона. В любом случае, это круто. Итак, давайте двигаемся дальше. Центральные матчи собраны. Итак, о чем я остановился, ребят? Да, продажа, продажа всех, абсолютно всех игроков, соответственно, которых можно будет продать за старт. Я запущу стрим, наверное, немножко, может быть, поиграем какой-нибудь там тот же драфт, и потом буду их продавать. Поэтому любой из вас, может, в этот момент я еще несколько раз сделаю анонс стрима. Скорее всего, это будет конец июля, может быть, середина. Может быть, начало. Еще определюсь. Вот. И, соответственно, можно будет данных игроков купить, ну, или попытаться купить, потому что, блин, на самом деле, если вы выставляете дешевого игрока, его очень быстро скупают. Такое чувство, что просто сутками кто-то сидит и пытается, так сказать, забанчить себе монет в этой игре. Хотя уже, как бы, смысла особо в этом не вижу. Все очень просто и легко. Топовый состав на сегодня можно собрать, в принципе, и без постоянного поиска дешевых игроков на трассе, на рынке. Ну что, ребята, испытания ТОЦ вышли в Ла Лиге. Наконец-то FIFA поправились. То есть, теперь они не пишут, да, перевод правильный. Это не гарантия ТОЦа в Ла Лиге, а лишь испытания. Поэтому давайте, давайте их соберем. Они не сложные. Откроем и посмотрим, что выпадет. Редкий меганабор. Кстати, в редких и вообще в меганаборах мне очень часто в этой Фе падали волкауты. Давайте посмотрим, может быть, сегодня именно тот день. Нет, нет, к сожалению, это просто шляпа. Ничего интересного. Улучшение 5.85, ребят. Да, сюда мне пришлось отдать многих своих футболистов и даже купить информу, потому что у меня очень много информов. Они непродаваемые, но они очень низкорейтинговые. То есть, самые высокие информы у меня получаются 82 из моих. Ну, думаю, ладно, куплю одного. Не чисто, что у меня более полутора миллиона монет. Давайте посмотрим, что же на выпаде. Ребят, не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, нажать колокольчик, посмотреть плейлист малыша-футболиста, поделиться им у себя в соцсетях и подписаться на наш инстаграм. А перед этим, ребят, 50 тысяч монет, рулетка, набор редких игроков 12 из 12. Пробуем, верим в волкаут. Нет, нет, только просто лишь проходка. Ну, давай, хотя бы выше 83-го рейтинга. Ну, испанец. Что там, 84? Да, Сауль. Ну и что, ребят, поехали. 5 редких, 85+, все шансы словить Тотса. Ну, погнали. Есть. Тотс. Давай, кто, кто, кто? Блядь, швед, кто это? Ну, это все, это швак. Ооо, 87, ребят, Странберг. Ну что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, играйте в FIFA 21, до встречи.